Всем привет, меня зовут Максим Епихин, я представляю сообщество MicroEngine и в этом видеоуроке я бы хотел с вами поговорить о сохранении некоторых параметрах, ну и вообще работы с xml файлами. Конкретно в этом видеоуроке мы будем рассматривать сохранение позиции игрока, также загрузку и рассмотрим некоторые как бы события, условия, например, что если это было показано ранее, то при новом запуске игры мы не будем это снова показывать, ну то есть это все будет заключено в работе с xml файлами. Теперь непосредственно открывайте ваш MicroEngine, создайте FG, как это я сделал, вот, не пугайтесь, схема нетрудная, здесь все достаточно понятно, но начну с, наверное, самого начала, это как создать файл. Вот, в принципе, и все создание файла. Теперь давайте я вам расскажу, что я делаю тут. Я, а нет, это не создание файла. При старте игры, кстати, вот, add node, xml и вот все нужные вам ноды для работы с xml. При старте игры я спавню своего игрока. После того, как включился спавн, я открываю документ, находящийся в папке game с названием save. game, это вот папка game SDK, вот тут он должен находиться. Далее, если я не могу открыть документ, то я его создаю. Вот, я создаю документ. Root это главная, как бы, составляющая, то есть это что-то вроде, ну, ассоциации с html, да, то есть html открыл, html закрыл, вот это то же самое. То есть, вот, root. Можете дать другое название, как вы хотите, но я решил оставить его таким. После того, как я создал документ, я создаю новый, новый чайл, да, то есть новый раздел, который называется position. После, как бы, я делаю все от success, да, то есть, если успешно. Если успешно, то я устанавливаю значение, а значение я взял через entity pos, entity local player, то есть через локальную позицию игрока я передаю значение, то есть вот от позиции перетягиваю к value, от rotation перетягиваю к value, вот сюда. Чтобы установить позицию, соответственно, записать позицию игрока и на сколько он, градусов он будет повернут по трем осям. После чего нужно обязательно получить parent, то есть родителя, то есть root в данном случае. Чтобы в дальнейшем мы могли обращаться уже не к, ну, как, давайте назовем, эти дети, да, то есть, чтобы я мог обращаться уже не к удочеренному объекту, удочеренного объекта, да, то есть не... Если сейчас, если аналогию семей провести, то я должен обращаться к папе, чтобы узнать, какой у него второй ребенок, а не к первому ребенку, чтобы узнать, какой вообще, да, ну, если глупо получилось, на самом деле. Но суть в том, что мы создаем новый, нового ребенка, устанавливаем ему какое-то значение и переходим обратно к родителю, потом у этого родителя и создаем еще вот один ребенок, то есть, чтобы запихнуть это все в одну категорию, да, а не в подкатегорию, то есть вот так вот лучше, наверное, объяснение. Как получили, если успешно получили parent, получаем в данном случае root, тогда создаем еще один ребенок с названием rotation и ему устанавливаем по такому же принципу, вот, поворот от entity plus. Далее переходим, опять же, в getParent, и вот тут уже начинается особенность моей сборки. Мы должны, то есть это вот это создание игры, это вот создание файла при старте игры, если файла не существует. И, соответственно, после чего мы должны его сохранить? Ну, вот в данном случае, я, здесь присутствует конструкция any для сохранения документа с его именем и с его местоположением. Для чего нужен этот any? Это чтобы скомбинировать сохранение, да, то есть я при старте игры создаю файл, а при выходе из игры я его открываю. Так вот, когда игра останавливается, то есть при ее выходе из игры, я открываю файл, я рассматриваю только успешное создание, только успешное рассмотрение файла. Если успешно, то получаем ребенка. getChildPosition. Устанавливаем значение. То есть видите, у нас уже не new child, а get, то есть мы уже получаем существующую позицию. Давайте я параллельно буду вести позицию, поворот. От entityPoseRotate также в value. Получаем родители. Вы видите, это последовательно, да, все нужно делать. Получали последовательно родители во второй раз и any. Logic any нужен здесь для того, чтобы рассмотреть одно или второе условие. То есть какое-либо из этих условий, если оно истинно, то мы сохраняем документ. То есть это условие, вот это на самом деле, GameStop, будет истинно всегда. Потому что при выходе из игры у нас всегда будет открываться документ, получатся дети и так далее. А вот создастся документ только один раз. Поэтому нам все равно нужно будет после этого сохранить. Далее. Наверное, это уже последняя часть сохранения. Если все-таки при старте игры мы открыли документ успешно, тогда мы получаем ребенка, получаем значение getValue, да. Значение value мы передаем в set и в in. Потому что вот value оно как, ну, эти any, да, то есть любое. Видите, boolean, boolean, а тут any может быть любым. В смысле выходного значения. Вот value true, то есть оно успешно вышло. И значение самой в преобразуемый в вектор. Видите, вектор 3 set, это находится addNode, вектор 3 set, вектор 3. То есть мы берем позицию, которую получили из ребенка, которая будет записываться через запятую и преобразовываем его в вектор. Далее при успешном получении значения мы повторяем все то же самое для поворота. И после чего мы entity beam, entity, то есть это телепортирование. Мы говорим, что если последний parent, да, то есть последний родитель получен успешно, мы телепортируем в позицию, которую получили из child position и ротация, которая из child rotation. Вот из out ведем в нужные нам стрелки. В принципе, вот это вся схема. Наверное, так-то вряд ли будет хорошо вам видно. Давайте я вот сейчас по кусочкам сделаю. Вот так вот тут. Это мы при старте, при выходе из игры сохраняемся. А вот это при старте игры либо создаем новый документ, либо открываем существующий. Так, показать сейчас я вам не смогу, потому что у меня связаны с этим скриптом еще и другие. FG, конкретно все кат-сцены. Ну, я рассмотрю нулевую сейчас, потому что она все-таки первая и важная. Значит, что касается кат-сцен, ну, в моем случае, да, то есть у вас там может все по-другому быть, то я при старте игры, а также открываю документ, получаю root, ну, можно, если это было не делать, получаю ребенка с названием кат-сцен, если я его не получил, вот тут важно, если я его не получил, тогда я делаю действие кат-сцены, то есть я исключаю повтор. И также я тут отключал разные движения, и не об этом сейчас, в общем. И вот тут у меня окончание идет кат-сцены после истечения 5 секунд. Я также получаю root, создаю новый ребенок, да, новый ребенка кат-сцен 0, и сохраняю документ. Заметьте, я не добавляю никаких значений, потому что мне они не нужны. То есть условия данной кат-сцены, что если в документе есть ребенок с именем кат-сцена 0, значит кат-сцена показываться не будет. Если ребенка нет, тогда мы прогоняем кат-сцену полностью, и в конце создаем этого ребенка. Теперь вот, давайте я вам продемонстрирую все-таки это. Вот, смотрите, у меня вот Spawn Point. Там где-то, по-моему. А вот. Вот у меня Spawn Point. Я запускаю игру. Просто глюки еще из записи. У меня вот происходит кат-сцена маленькая. Ну вот, не всегда у меня все сразу срабатывает. Видите, вот мышка крутится все равно. Ну ладно. И теперь, ну вот кат-сцена показалась. Я могу ходить. И давайте я пройду, например, вот к этому дереву. И встану вот так вот. Теперь я нажимаю Ctrl-G. Escape. И вот где я остановился. Ну, давайте теперь. Кстати говоря, минус этой схемы в том, что в редакторе вы будете падать, в игре падать не будете. То есть, если я сейчас вот так вот начну, вот. Я с такой высоты внизу падал. А, нет. Ну ладно. Вот видите, я запустил игру заново. И я уже появился в моей новой позиции. И непосредственно уже кат-сцена не показалась нулевая. То есть, вот я сейчас опять выйду. Ну вот. Все работает. Ну вот, наверное, теперь давайте в конце все-таки урока откроем документ, который нам появился в XML-овский. И посмотрим, что же все-таки туда записалось. Ну вот, туда записалось позицию. Вот он наш. Поворот. И действительное исполнение касты. Ну вот, также можно удалять файл этот, чтобы тестировать все заново. Ну вот, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. С вами был Максим Юпихин. Я представляю сообщество MicroEngine. В этом видеоуроке вы научились работать с XML-файлами, поняли основную логику создания, сохранения не только позиции игрока, но и любых других значений. Надеюсь, этот урок был для вас полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жду в группе ВКонтакте, потому что там у вас проходит все-таки основная дискуссия, на которую вы можете задавать любые вопросы. Я постараюсь на них ответить. Ладно, всем спасибо. Всем пока. Удачи в разработке.